Не едут, словно на волнах качаются в ущерб собственному карману. Дорога на Баме обратно ежегодным местным жителям вылетает в копеечку. Душевное терзание не в счет, лишь бы на ремонт машины хватило. Два-три раза в год делать подвеску. Шиномонтаж ездить, диски прокатывать, прайдик – это вообще нормально. На ремонт подвески на 1015-1020 минимум. Смотря какая машина. Ну и, соответственно, время. Люди же отрываются, берут отгулы, от работы, от всего. То есть, опять-таки же, финансовые отраты. Плохие дороги во многих микрорайонах города. Аналогичная ситуация на рабочем поселке в районе мясокомбината. Словом, многие улицы нашего города все еще просят асфальта. Не все слабожане молчаливо ждут, когда дороги отремонтируют. Например, жители Бама пошли с заявлениями в различные инстанции. Да, обращались, подавали в суд. И суд нам предоставили сюда бумагу, что все, администрация отчиталась. Дали акты, что дорога сделана согласно ГОСТов. Положен асфальт, тротуары, бордюры, водоотведение. Ну, как вы можете видеть, ничего не сделано. Это нам отчитались в середине лета, что все, дорога сделана. О каком недавнем ремонте этой дороги идет речь, автомобилисты не знают. Некоторые из них, отвечая на наши вопросы с трудом, справляются со своими эмоциями. Хуже не бывает. Здесь ее не делали. Вот там наверху делали, здесь нет. Здесь нет. Подсыпали щебяночки, которые после дождя выбило все и все. Весь ремонт. Весной, осенью вообще убийства. Вот сейчас дожди пойдут, вообще такие будут. Ценавище огромное. Я сколько слышу, года три уже обещаю здесь дорогу-то делать. До БАМа подсыпают и все. Ничего, сделали опять. Сколько-то ям заделали. Бывает ровно, дожди прошли, вот сейчас еще маленько дожди пройдут и вообще невозможно будет. У меня на руках решение Слободского районного суда 9 октября 2012 года, где суд постановил обязать администрацию города отремонтировать данный участок дороги, а срок окончания ремонта обозначен 14 ноября 2012 года. Сейчас уже 13 год на дворе, конец лета, но, как мы видим, дорога, она не приведена в порядок. Ямы, как были, так и есть, не соответствуют. Поэтому мы выехали с целью как бы зафиксировать данный факт, ну и дальше обратиться, наверное, в прокуратуру и в суд с обязанием все-таки выполнить работу и лиц ответственных за это привлечь к ответственности. В том, что качество данной дороги не соответствует требованиям, убеждены и в местном отделении ГИБДД. Последнее обследование проводилось летом текущего года. Была проведена комплексная проверка, в которой было установлено, что имеются недостатки в содержании указанных улиц Советская от дома номер 183 до дома 199, улицы Лебедева от улицы Советской, также улицы Пионерская и Новодачная, которые находятся в районе Бама. Больше это касается улицы Советской от железнодорожного переезда и выше, а также улицы Лебедева. Основная магистраль, по которой не только ездят машины, но и ходят пешеходы. Все они твердят одно – улица в плачевном состоянии – ни пройти, ни проехать. В администрации города комментарии по этой теме нам получить не удалось. Дорожная тема больная для всей области. О том, как пытаются решить ее народные избранники, нам рассказал депутат УЗС. Выходил я с этой проблемой на губернатора, и вот опять встреча должна состояться по этому поводу. А какое будет решение, дальше не знаю. Выходил я дальше, чтобы поменяли методику расчетов по выделению денежных средств на ремонт дорог. Не то, что по всем муниципальным образованиям по Кировской области раскидывали деньги, и в результате ничего не делалось. Две трети исчезают куда угодно, неизвестно. А на одну третью латок наложат, и дороги в убожеском состоянии. Поэтому была, конечно, поменена методика. И вот на 13-й год были выделены, значит, городу Кирову муниципальному образованию, значит, Чепенску, Нововятским полянам, Котельнич, ЗАО Первомайское 970 тысяч, и нам, Слобожанам, 8 миллионов 200. Это вот на ремонт дорог, в муниципальных образованиях, значит, дворовых территорий и все. Пока суд доделал, дороги продолжают ухудшаться. Автомобилисты и пешеходы с нескрываемым недовольством ждут наступления сезона дождей и обещают, что будут продолжать через всевозможные инстанции добиваться ремонта дороги. Субтитры создавал DimaTorzok